Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. И сегодняшнее видео я посвящаю Хэллоуину, а точнее персонажам, самым популярным персонажам Хэллоуина и ароматам, которые у меня с ними ассоциируются. Это мое мнение, это больше, знаете, как игра. Это не значит, что если вы носите тот или иной аромат, и он не ассоциировался, например, с графом Дракула, это значит, что вы граф Дракул. Нет. Нет. Ни в коем случае. Просто это, мне показалось, прикольно подобрать тому или иному персонажу какой-то определенный аромат из моей коллекции. Больше как игра, да. Я, как видите, ни в каком особо костюме, потому что я бы хотела, конечно, одеться так специально для Хэллоуина в какой-то там костюм для вас, но у меня большинство, ну вообще большая часть моих всех вещей еще в старой квартире, мы их еще не перевезли. Так что вот, что нашла, вот мамины клипсы, шляпу красивую, вот вам надела. Я не знаю, что это за персонаж, честно говоря, ну какая-то, может быть, героиня из сериала «Династия». Я не знаю, что это такое. На заднем плане вы видите прекрасная тыква. Это настоящая тыква. Каждый год мой муж с сыном вырезают из тыквы вот такие красивые лампы. Я ставлю туда, мы ставим туда свечки, и вот они так украшают квартиру, дом. Очень красиво, очень душевно, ну как-то поднимает настроение. Хотя Хэллоуин — это такой праздник, ну как бы, я не знаю. Это, ну, это больше игра, знаете, это больше игра, когда хочется чего-то такого, бух, попугать кого-то. Ну, что-то вот в этом роде. И начнем. Персонажи Хэллоуина, вот самые-самые такие популярные, самые именно те, которые приходят на ум, вот прям вот сразу, когда вы думаете, о, завтра Хэллоуин, в кого бы мне нарядиться. Вот так. И первый персонаж, который мне сразу пришел на ум, мне кажется, как и многим из вас, это граф Дракула. Граф Дракула — очень-очень популярный персонаж, до сих пор посвящаются ему и книги, и кинокартины, и так далее, и так далее. Он вдохновляет, вдохновляет многих режиссеров на создание каких-то вампирских саг, мультфильмов, как мы знаем, да, все, отель Трансильвания и так далее. Граф Дракула у меня сассоциировался с двумя ароматами, я не смогла выбрать какой-то один из них. Первый аромат — это Precious Oud от Van Cleef. Почему этот аромат сассоциировался у меня с графом Дракулой? Ну, для меня граф Дракула, конечно, влиятельный персонаж, сильный, мудрый, жестокий, через века пронесший свою любовь к своей величайшую, к своей любимой жене, нашел ее через многие столетия уже в другом времени и так далее, и так далее, и вот эта вот несчастная любовь, и она вот как-то придает ему такой романтичный, очень такой... его облику придает очень много романтичности, такой ранимости и так далее. И вот этот аромат, он для меня именно такой. Он строгий, он такой влиятельный, он сильный, такой терпкий, обволакивающий, и в то же время он дико нежный, дико такой чувственный, такой расслабленный, какой-то такой вот... как такой шелковый покрывал. Ну вот он очень такой противоречивый, я бы сказала. С одной стороны он, да, такой вот прям дерзкий, и с другой стороны он мягкий, теплый и обволакивающий. Я уже говорила, этот аромат Precious Oud, а уда как такового вот... я не очень люблю ароматы с удом. Я здесь не слышу, потому что уд здесь очень какой-то, вот знаете, прикрытый какими-то вот такими теплыми, душевными, не знаю, нотами. Здесь он больше такой парчевый, он такой, знаете, ликерный, сладкий, красивый. Красивый аромат, вот как-то граф Дракула мог бы вполне его носить. Следующий аромат, это бесподобнейший аромат от дома Фрэнсиса Куркеджана, это Grand Soir. Я буду делать на него отдельный обзор, сейчас так просто кратенько скажу, потому что этот аромат, это он... ну это бесподобный аромат, он великолепный, он просто, вы знаете, наверное, один из самых стойких ароматов, которые у нас есть. Аромат, я уже говорила, моего мужа, я им не пользуюсь, хотя и возникает очень-очень сильное у меня желание, хотя бы один раз, но нет, нет. Это мой подарок, он его носит с удовольствием. Почему я ассоциировала вот сейчас с графом Дракула этот аромат? Потому что это мистика, это гипноз, этот аромат, который способен вести за собой вот просто толпу восторженных вот так вот носов, которые будут за вами идти, как за гипнотизированные. Он настолько глубокий, он настолько уютно, гармонично, роскошный, сексуальный, но он пленительный. Этот аромат вот просто он пленительный, он пленяет, он, знаете, достаточно действительно одного пшика будет пахнуть вся квартира, будет пахнуть вся одежда. Вот он просто аромат с большой буквы, который, ну, который вот, мне кажется, никого не оставит равнодушным, и вот как-то он у меня ассоциировался с таким великолепным персонажем, как граф Дракула. Не судите строго, все поклонники Гранд Суа. Дальше аромат, еще один персонаж мужской, это Франкенштейн. Франкенштейн, в отличие уже от графа Дракулы, он монстр, он очень отталкивающая внешность у него, но тоже очень ранимая у него душа, истории, тоже несчастной любви, все такое. И вот он у меня ассоциировался с ароматом Ком де Герсон 2 для мужчин, Мэн. Это ладан, это ладан такой немножко пыльный, немножко такой горячий, специевый, очень приятный, такой шипучий аромат. И вот мне показалось, он бы подошел к персонажу Франкенштейна. Опять-таки не обижайтесь на меня, поклонники этого аромата, это не значит, что да, вы все это... Нет, просто вот мне показалось, что да, если вот кто-то оденет костюм Франкенштейна, вполне возможно, может потушиться именно вот этим ароматом. Далее. Далее у меня пойдут персонажи женские. С женскими персонажами намного, ну, мне показалось проще. Они не такие, может быть, не такие глубокие, как, например, Дракула или там Франкенштейн. Ну, это мое мнение. Итак, ладно. Первый, первый персонаж женский — это Эльвира, властительница тьмы. Эльвира, властительница тьмы — это был такой фильм, по-моему, в 90-х годах, о такой женщине, которая не знает, что она ведьма, но потом оказывается, что она ведьма. Ну, кто не смотрел, посмотрите. Это, вот знаете, такая классика, мне кажется, кино. Такая эта комедия, черный юмор, очень классно снята. Сама героиня просто шикарная в этом платье, вот сам ее образ, ее макияж, очень такой запоминающийся образ, классный. И аромат, который у меня с ней ассоциировался, естественно, это агент-провокатор, легенд. Это буря просто страстей, буря эмоций, это колдовство, это готика, это что-то такое порочное, страстное, ну, вот как вот это ее героиня. Аромат просто бесподобен. Мне кажется, если вы решите переодеться в ту или иную вот какую-то ведьму, там, как Эльвира, властительница тьмы, или как, например, из семейки Адамс, героиня, вот это вот длинными волосами, я забыла, как ее зовут, вот Анжелика Хьюстон ее играет. Вот эти вот ароматы от агента-провокатора, это будет просто шикарно смотреться, звучать, и подчеркнет вообще ваш образ просто на 100%. Далее аромат еще одной ведьмы-колдуньи Мелифисент. Мелифисент — это фильм того года или поза того года, два года назад, когда он вышел, я не помню. До этого, честно говоря, я не знала такого персонажа. Фильм шикарный, с бесподобной-бесподобной красоты Анжелины Джоли. Нереально красивый образ ей там создали. И вот этот образ очень сейчас стал популярный. Очень много кто одевается и делает макияж в стиле Мелифисент именно на Хэллоуин. И она у меня ассоциировалась с ароматом Supreme Bouquet от Yves Saint Laurent. Вот так, немножко бликует. Supreme Bouquet и Yves Saint Laurent. Создатель Доминик Рапион. Она у меня почему-то ассоциировалась с цветами, эта героиня. И с цветами не вот тебе там вот нежные полевые букеты, ландыши, фиалки. Нет. Самый яркий, самый терпкий, самый сочный, страстный, туберозный аромат. Вот это вот всё об этом. И это тубероза, это и ланг, это красиво, это мистически звучит, загадочно в то же время. Шлейфовый, яркий, ну, очень подошёл бы, мне кажется, эта героиня. Supreme Bouquet от Yves Saint Laurent. Далее, далее Мерлин Монро. Мерлин Монро нежная, умная, красивая женщина. Легенда. И на Хэллоуин очень многие используют её образ. Её легко, как бы, передать её настроение. Там белое вот платье одеть, родинку, красные губы и вот этот вот парики. Они почти во всех магазинах костюмированных продаются. Ну и, конечно, если вы выберете для себя образ Мерлин Монро, это будет только Шанель номер 5, парфюм, благодаря ей, получившей ещё большую популярность в своё время, когда в одном из интервью она сказала, когда её спросили, что вы носите, когда идёте спать, что вы одеваете, она сказала капельку Шанель номер 5. И это просто вознесло, этот аромат ещё на большую-большую-большую вершину популярности. Ну, мне кажется, это очевидно, да? Если вы одеваетесь в образ Мерлин Монро, Шанель номер 5, как бы, это 100%. Дальше. Героиня. Женщина Клеопатра. Клеопатра мудрая, умная, жестокая, плеятельная. Ну, то есть, женщина-легенда тоже. Женщина большой буквы. И она у меня ассоциируется, конечно же, с великолепной Элизабет Тейлор в одноимённом фильме. Великолепные наряды, прекрасный макияж, необыкновенно красивая актриса, вот эти вот глаза. Фильм просто потрясающий. Если кто не видел, то посмотрите. И вот аромат у меня с ней ассоциировался Том Форд, Амбр Абсолют. Абсолют, он, он тяжёлый. Он очень красиво будет на мужчинах тоже. Но вот именно вот с Клеопатрией, вот он, мне кажется, ей бы подошёл аромат могуч, могучий, нет, не могучий, аромат очень сильный, такой бескомпромиссный аромат, который, вот знаете, вот, всё равно вообще, что вы обо мне подумаете. Я вот иду на пролом, я вот самый-самый-самый-самый. Вот такой аромат, и прекрасно подошёл бы данной героине. Ну, как мне кажется. Аромат об амбре, амбра горячая, амбра, вот прям, можно сказать, раскалённая такая амбра, согревающая, тёплая. Здравствуй. Красивый, красивый аромат. И последний персонаж, который я вам хочу, о котором хочу вам рассказать, который пришёл мне на ум, это героиня Мария Антуанетта. Мария Антуанетта, ну что, это образ прекрасная, женственная, в розовом, вот эти макарунс. Ну, фильм Софии Копполы, наверное, все смотрели. Да, она там по-другому взглянула на всю эту историю Марии Антуанетти, совсем там другая подача, интерпретация. Мне вот этот фильм очень нравится этим, честно говоря. И какой аромат? Это Иврес от Ивсен Лоран, когда-то носящий название Шампейн, и был немножко другой флакон. А шампанское, пробка из-под шампанского, аромат о шампанском, аромат беззаботный, аромат полный веселья, жизненный такой, жизненный, нет, не жизненный, позитивный, жизнеутверждающий, искрящийся, с пузырьками, фруктами. Вот кому, как мне не Мария Антуанетти, носить этот аромат? Вот идеально, идеально бы ей подошел. А на этом все. Все персонажи закончились. Можно было, конечно, еще провести какие-то параллели, но, честно говоря, я больше таких ярких не вспомнила. Если вспомните, напишите. Пишите, если вам понравилось, если вы тоже как бы вот ваши ассоциации с тем или иным персонажем, о которых я сегодня говорила, мне будет интересно, мне будет приятно. И спасибо вам всем большое за просмотры, за комментарии. Мне это очень-очень-очень-очень-очень приятно. С вами была Аленка Блок. Всем шикарных выходных. Всем пока. Чао-чао. Пока.